Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну а потом закрутился маховик пандемии и, предчувствуя, что происходящее никак не похоже на сезонный грипп, мы приняли непростое решение. Буквально за ночь мы укомплектовали оборудованием одну из квартир. В эту же ночь инженеры радиостанции написали необходимые приложения и 30 марта 2020 года первыми среди всех русскоязычных радиостанций матрешка радио начала полноценное вещание из квартиры. По большому счету в эфире никто и не заметил особой разницы, что было крайне важно для аудитории радиостанции, оказавшейся в весьма затруднительном положении. В тот момент, когда одни ныли о том, как трудно не ходить на работу и терпеть домочаться в круглые сутки, люди, слушающие матрешку в Англии, Испании, Шотландии, Израиле, Америке, Франции, продолжали звонить в эфир и рассказывали, что происходит в странах, оказавшихся совершенно не готовыми к такому социальному удару ни морально, ни логистически. Здравствуйте, меня зовут Лизавета, я вам звоню из Нью-Йорка. А потом к эфиру матрешка радио присоединились давние друзья, герои эфира, лидеры мнений нашей аудитории. Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Александр Медведев, Шура, певица Нюша, группа Стрелки и многие другие каждое утро звонили в эфир радиостанции, включившись в новый эфирный проект «Безопасные связи», чтобы сказать что-то ободряющее, обнадеживающее людям, которые говорят и думают по-русски во всех уголках планеты, закрытые на карантин. Знаете, как за грузинским столом всегда обязательные два тоста были? Это за мир, это первый был тост всегда, и обязательно за здоровье, это тост практически, эти слова говорились в каждом, в последующем из 50 тостов, как минимум. За три месяца вещания из квартиры мы основательно пересмотрели и сетку вещания, и рекламную политику. Одной из важнейших задач радиостанции была необходимость не дать рассыпаться и рекламному рынку. Грамотные шаги навстречу пострадавшего от пандемии среднего и малого бизнеса в странах вещания «Матрешка радио» позволили не оголить и рекламный эфир, что непременно оценили участники рынка. С весны 2020 года «Матрешка радио» стала одним из участников системы национального оповещения Англии для аудитории, говорящей и думающей по-русски. Вы слушаете «Радио Матрешка». Впрочем, все это непременно меркнет перед тем, что в ноябре 2020 года одна из самых ярких русскоязычных радиостанций в мире отпразднует свой первый юбилей. С днем рождения «Матрешка радио». С пятилетием, наши бесценные слушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова